У них у всех есть нечто общее. Они успешны. Секреты раскрывать в бизнесе не принято, но поделиться своим опытом они готовы. Если у вас есть полчаса и вы хотите посмотреть на мир и глазами, то присоединяйтесь. Здравствуйте. Наш гость сегодня – президент собственного ювелирного дома Илья Клюев. Компания производит и продает ювелирные изделия с пожизненной гарантией. Здравствуйте. В эфире «Бизнес по существу». Сначала блиц-опрос. Короткие вопросы и очень короткие ответы. Любимая книга о бизнесе. Роберт Челдини «Психология влияния». Могу бы с этим прочитать. Надеюсь, все услышали. А если спортивный болельщик, за кого болеете? Вы знаете, я когда-то занимался шахматами, поэтому болел за Карпова. А сейчас как-то вот не увлекаюсь. Ваше самое ценное качество как руководителя? Конечно, лучше бы спросить не меня. Я не знаю. Я думаю, что я всегда слышу, что хотят люди. Стараюсь дать им возможность себя реализовать. Деньги любите? Они необходимы, но так вот, мне кажется, любить деньги сложно. А как их любить? Работать, вести бизнес с друзьями можно, нельзя? Нет. Умеете признавать ошибки и извиняться? Да. Кем вы хотели стать в детстве? Искал ответ на этот вопрос довольно долго. Вот нашел недавно. Понял, что хочу создать ювелирный дом. В бизнесе есть разделение на мужчин и женщин? Есть разделение. Есть разделение. Теперь по существу. Многим известна история о том, что Чарльз Тиффани создал свой известный ювелирный дом, заняв у отца тысячу долларов. С этого началась история Тиффани. Как началась история ювелирного дома Клюев? Ну, мне хотелось попасть в этот мир, хотелось заниматься украшениями. Я не знал, с чего начать. Я пришел с нуля абсолютно. Это примерно 10 лет назад. Вы молодой человек. В возрасте скольки лет? В возрасте 34 года. Тогда было меньше. Допустим, 25-27 лет. Я просто хотел продавать эти вещи. Хотел сначала попасть в это все, попробовать. Я покупал вещи одних компаний ювелирных и пробовал их продавать. Скоро я понял, что мои представления отличаются от того, что были у этих людей. Я хотел брать самые лучшие камни, я хотел сделать какие-то шикарные вещи, а они не были к этому готовы. И вот тогда я пришел к выводу, что единственный путь — это создать свою компанию, где сможешь воплощать свои идеи, свои представления об украшениях. И где молодой человек в возрасте 26 лет взял денег, чтобы открыть свою компанию ювелирную? Знаете, у меня довольно длительный трудовой опыт уже. К тому моменту у меня уже была небольшая сеть бутиков, которая продавала изделия из хрусталя и серебра. Так что была какая-то база, естественно. И она очень помогла. Я не брал деньги ни у кого. Наш принцип — это мы развиваемся за счет собственных ресурсов. Пусть не так быстро, как другие, но зато ни от кого не зависим. Вы открыли собственный ювелирный дом. Вы являетесь производителем ювелирных изделий. Где вы их производите? Начиналось с того, что я все-таки стал погружаться в этот мир. Он свой достаточно закрытый. Туда не так просто попасть. А погружались вы в Россию или за рубежом? У нас его, мне кажется, особенно нет. То есть, естественно, все мои контакты, все мои связи изначально — они за границей. Вот я искал подставщиков камней, я искал ювелиров. Хочу сказать, что сначала была, в течение первого года, была, конечно, сделана ошибка. Мы делали то, что хотели понравиться. Хотели сделать то, что купят клиента, что им понравится. И у нас практически ничего не покупали. Тогда я понял, что нужно делать то, что нравится мне. Производим украшения мы за рубежом. Это принципиально только Европа, Италия и Швейцария, конкретно Женева. Женева и такая область в Италии, Валенце. Вот там, собственно, располагаются все мастерские. То есть, у вас есть свои мастерские за границей, которые выполняют ваши заказы? У нас есть ряд мастеров, которые работают конкретно на нас. Вот этот список постоянно расширяется по мере роста объема работы. Там есть мастера, которые, скажем так, работают частным образом. Каждый владеет какой-то определенной своей техникой, иногда уникальной. И иногда украшения перемещаются от одного мастера к другому, постепенно, так сказать, приобретая законченный вид. А эскизы? Эскизы тоже итальянцы. У нас несколько итальянцев. Мы работаем, как правило, если нужно создать украшение, как правило, такой небольшой тендер. То есть, два или три дизайнера. Здесь у нас есть и женщины, и мужчины. Ну, больше женщины, кстати говоря. Это у них лучше получается, лучше раздит вкус. И вот мы тогда уже смотрим те идеи, которые они предлагают. Изначально, конечно же, уже есть наше видение того, как это должно быть. Что значит, если есть заказ? Вообще, как строится тогда бизнес, объясните мне? Здесь две возможности появления на свет украшения нашей компании. Первое – это если есть заказ. Есть конкретный клиент, который приходит и говорит, я хочу вот это. Человек говорит, я хочу комплект с изумрудами, комплект сапферми, не знаю, рубины. После этого начинается работа. Ну, мы просто подбираем камни под этот заказ, если у нас их нет. Другой вариант, и, наверное, они по объему примерно одинаковые, по количеству. Это когда я просто вижу красивые камни, я их покупаю. Параллельно у меня уже в голове какие-то идеи появляются, как это будет выглядеть, какое будет будущее украшение. Это при том, что у вас, насколько я знаю, нет художественного образования? Нет, художественного нет. Но как-то получается. Как-то получается. Так, и эти изделия, которые созданы вами, ну, скажем так, по вашему видению, с теми камнями, которые вы выбрали, они потом продаются непосредственно в ваших магазинах? Да, в наших магазинах в России. Сейчас у нас есть несколько партнеров за границей. Сейчас мы ведем переговоры об открытии представительства, скажем так, то есть наши агенты, которые будут в своих бутиках продавать наши вещи. Ну, в данный момент это пока идет разговор о Женеве. Есть предложения других стран, вещи нравятся на самом деле. Проблема в том, что пока нам не хватает украшений даже для наших бутиков. Как же так? Знаете, камней мало. Тех камней, которые действительно нам подходят. То есть, исходя из того, какая у вас ценовая политика, ценовая политика 10 тысяч долларов одной изделий, это минимальная цена, то получается, что в России много обеспеченных людей, которые могут себе это позволить. Ну, наша клиентская база, там, это несколько сот человек в России. Естественно, это разные клиенты. Кто-то покупает за 10 тысяч долларов, кто-то покупает что-то подороже. В штуках в прошлом году мы создали порядка 300 украшений. Всего? Всего. В этом году, возможно, будет порядка 600. Скажите, 300 и 600, это много, мало? Для нашего сегмента это много. Много. Для того, чем занимаемся мы. Потому что у нас есть... Что все изделия в единичном экземпляре. Да, у нас нет изделий простых. Это все-таки украшения достаточно сложные, дорогие. Я могу сказать, что стоимость изготовления одного изделия, просто изготовление работы мастера, она составляет от 2 тысяч евро до 10 до 20 тысяч евро. Можете примерно представить. Это непростые вещи. Часто на изготовление украшений уходит от двух недель до двух месяцев. Это работа одного человека. Поэтому в Италии не так много мастеров, которые на самом деле можно привлечь. Не так много. Это так же, как везде. И большое количество использованного машинного, назовем его, труда, когда люди разучаются делать что-либо руками. То же самое в Италии. Количество специалистов такого уровня, которые могут сделать эксклюзивные украшения, оно падает. Падает, к сожалению. А в России мастеров вообще нет, которые бы вас устраивали? Знаете как, я слышал, что такие есть, но видеть не видел. Если честно, я не верю, что сейчас можно взять и найти готового человека, который бы сделал нужное в качестве украшения, взял бы не дороже, чем соответствующие специалисты в Италии, да еще с которыми было бы приятно общаться. Я понимаю, что вопрос немножко позвучит странно, но вы же человек, рожденный в России. Все-таки российский бизнесмен. У вас нет, ну, какого-то желания, патриот, да. У вас нет желания развивать российский бизнес не потому, что отдать все производство, убрать из Италии все производить в России, но хотя бы частично выстроить производство здесь. Ну, это наша ближайшая задача. Вот сейчас, в данный момент, мы ищем специалиста высокого уровня, который мог бы возгладить нашу мастерскую здесь. Конечно, мы не можем перенести в ближайшее время производство из Италии в Россию. Но до 30%, я думаю, что в ближайшие лет 5 мы будем производить здесь. Но вариант только такой, что мы привозим итальянца, как Петр Первый в свое время, и здесь начинаем под его руководством потихонечку подбирать людей и начинать что-то делать. А в этом случае изделия будут дешевле? Знаете, в России вряд ли что-то может быть дешевле. Возможно, мы сэкономим на таможенной пошлине, это единственное, что. Наверное, да, но все-таки... Стоимость труда не изменится, вы считаете? Ну, вряд ли я буду платить мастеру меньше, чем в Италии. Скорее всего, будет наоборот. Скажем, мастер в Италии получает от 1,5 тысяч евро до 5 тысяч евро. Я не думаю, что кто-то придет работать меньше, чем за вот эти деньги. Как вы можете охарактеризовать спрос на такие изделия? И почему выбрали именно этот дорогой сегмент? Он приводит к наибольшей прибыли, чем массовое юбилерное изделие? Я думаю, что с прибылью здесь все ровно наоборот. Я могу сказать про себя, что наша рентабельность, она составляет порядка 20%. Любая сеть, которая продает здесь дешевые китайские украшения, она имеет совершенно другие обороты, просто порядок другой. По количеству денег, по продажам и по прибыли. Но я занимаюсь тем, что мне нравится. Я не вижу, как может человек реализоваться, продавая дешевые украшения, назовем их изделия из золота и бесцветных вставок. И бриллиантов. Да, и бриллиантов. Ну, если это будут бриллианты. Это бизнес в чистом виде, а как-то надо что-то для души. Вот это часть моей жизни. Мне этим нравится заниматься. Я хочу, чтобы мои дети тоже занимались тем же, чем занимаюсь я. Но только уже, соответственно, на другом уровне. Вот им как раз я смогу дать образование уже изначально правильное. У меня трое детей. Мы сейчас уже примерно поделили, кто чем будет заниматься. Хотя их возраст от 5 до 10 лет. Уже определился дизайнер-ювелир. Ну, человек, который сейчас уже девочками, она учится рисовать. Уже есть, в принципе, финансовый директор. И есть уже начальник производства. Знаете, я рада, что в России появляется семейный бизнес. Знаете, как-то искренне приятно. Мне кажется, надо делать что-то такое, что за что-нибудь будет стыдно перед детьми. И что будет, ну, знаете, как приятно передать просто. Вы смотрите «Бизнес по существу». Гость программы сегодня Илья Клюев, президент собственного ювелирного дома. Кто основные конкуренты? Есть ли они? Знаете, по ощущениям, вот, у меня нет конкурентов. Но это по ощущениям. Если под конкурентом понимать, под конкуренцией понимать необходимость предложить в самом лучшем мире продукт, по самой лучшей цене, и дать самый лучший сервис, то мне кажется, у нас с этим все в порядке. Поэтому, скорее, есть не конкуренты, а есть те, скажем, ювелиры прошлого, настоящего, которые для меня, как, знаете, бенчмарк. Интересно посмотреть, взять что-то полезное, но идти своей дорогой. Да, а кто это? Ну, среди таких я бы назвал, естественно, Фаберже, прежде всего. То есть мне интересна его история, и вот это действительно удачный проект во всех отношениях. А из западных компаний, ну, наверное, интересно, Тиффани, начало 20 века. Мне нравится по названию Ван Клифф и некоторые их вещи. И вообще в целом это, как бы, назовем это аура этой марки. Что-то у вас общее есть. Ну да, такой же Клифф, Клюев, что-то есть. Но если поговорить о конкуренции с точки зрения продаж, все равно же вы сравниваете и ценовую политику, и предложения для клиентов, потому что вы хотите, чтобы клиент пришел к вам. Есть же, наверное, не постоянные клиенты, а новые. И много ли новых клиентов? Это им проще сделать самим. Сравнить очень легко. Вы видите мое украшение, мой изумруд. Вы идете в другую компанию, например, вот очень уважаемый мною лондонский ювелир Лоренца Графа. Вам все становится понятно. Вы возвращаетесь ко мне. Смелое заявление. Это просто жизнь. Жизнь. И вы поймите правильно, что, естественно, я могу выбрать лучший камень. У меня нет необходимости брать все, что я увижу, потому что у меня 10 или 20 бутиков по всему свету, и там 10 тысяч клиентов. Поэтому там кому-то до 100 достанутся хорошие вещи, остальные купят то, что будет. То, что осталось. Вот. Моим клиентам везет больше, они могут получить самое лучшее. Это правда. Это правда, что ваши клиенты могут принять участие в изготовлении самого изделия, в дизайне, например, какие-то пожелания высказывать. В общем, участвуют в создании. Конечно. Более того, у меня есть клиенты, которые, может быть, не самые по объему продаж покупок важные, но я внимательно слушаю их идеи. Потому что потом, если даже это не пригодится им, это сразу понравится еще 10 людям. Есть люди, у которых прекрасный вкус. Да, есть прекрасный вкус, и есть такие люди. Часто по-другому. Естественно, просто есть желание получить красивую вещь. И нормальное желание, покажите мне, понравится, тогда я скажу да. А по структуре покупателей, сколько составляют российские клиенты? Ну, это практически 100%. Мы же работаем сейчас только в России, да. Не из-за того, что у нас нет желающих купить наши украшения за рубежом, а из-за того, что пока мы не имеем достаточного количества украшений для наших российских клиентов. Это тоже факт. У нас есть предложение. Ну, вот, пожалуйста, мне было приглашение поехать сейчас в одну очень известную, как сказать, арабскую страну в апреле, но оказалось, что мне нечего туда просто привезти, потому что мы все продали в декабре-январе. Я сказал, придется подождать, давайте попробуем в мае. Просто не хватает украшений. Связано с тем, что очень высокая планка для камней. Вот мы с вами все говорим о камнях. А как вы выбираете камни? И какие камни вы цените больше других? Вообще, почему мы говорим о камнях-то? Украшения ведь часто это просто золото и украшено... Чем-нибудь. Мелкими бриллиантами, например, очень мелкими. Но изначально-то все-таки украшение это был камень. Причем камень своими свойствами. У каждого есть, может быть, это новость для тех, кто смотрит вашу программу, но у каждого камня есть свои свойства. И 100 лет назад, в 19 веке, например, в начале 20-го, ювелир еще был илопедарием. То есть он объяснял клиенту, каким образом, на какой палец одевается камень, для чего, как он помогает, как он воздействует на ваше психоэмоциональное состояние. Так вот, начинается все с камней, собственно говоря. Мы видим красивые камни. Это могут быть любые цветные камни, драгоценные. Ну, скажем, для мужчин, которые, наверное, в основном смотрят вашу программу, я их перечислю просто, чтобы не было каких-то разночтений. Допустим, это сафир, изумруд, рубин, бриллиант. Есть теперь еще камень, которыми я сейчас очень увлекаюсь, это шпинель. Многие мои клиенты не запоминают с первого раза это название, кто-то не знает, не может запомнить, что это такое. Но в короне Российской империи находится шпинель весом 300, ну, около 400 карат. В короне Британской империи там шпинель поменьше, 180 карат. То есть это камень королей, камень аристократический. В Европе он хорошо известен, у нас, ну, так он как-то забыт незаслуженно. В России есть известный богатый месторожитель бриллиантов. Мы являемся сейчас вторым в мире экспортером по количеству сырья киберлитовых трубок. Но вы в России практически не найдете камней, которые были бы огранены здесь. Вопрос, почему это происходит? Ну, я примерно представляю, почему. Также происходит ситуация и с другими камнями, скажем. То же самое, что с нефтью, видимо, и бензином. Ну, наверное, да. Наверное, да. Казалось бы, у нас, к нам должны приезжать туристы, чтобы купить кольцо с бриллиантом. Почему этого не происходит-то? Это можно сделать при желании. Но это вы, наверное, кому-то адресуете, кто придет к вам из власти. Из других органов выходить. Да, из других органов. Потому что мне не хотелось их... А изумруды? Ну, изумруды, опять же, здесь очень много криминалов в этих областях. Почему? Потому что вы берете бесплатно из земли, все, что там есть, и продаете уже за какие-то очень большие деньги. Правильно? Это касается и алмазного сырья, и изумрудов. Поэтому никак не могут договориться, видимо, кому этим заниматься. То есть вам проще купить за границей? Не проще, конечно. Но как может быть проще, если я должен купить... Два раза заплатить пошлину. Привезти сюда, это нерементабельно просто, да? Это, к сожалению, так просто обстоит, что у нас нет рынка ограненных камней фактически. У нас на самом деле есть, кроме бриллиантов, есть еще ряд месторождений. Это не так много. Есть изумруды, есть еще такие камни, как демонтоид. Но, в общем, все-таки именно цветными камнями мы не богаты. По крайней мере, известных месторождений практически очень мало. Урал не приносит периодически камни с просьбой оценить их стоимость, качество. Вот был такой случай, это был, видимо, чиновник. Ему дали взятку или благодарность, там, три рубина. Он так принес мне в коробочке, показывает, сколько это может стоить. Я примерно понял сразу, сколько это может стоить. Мне нужно было ему как-то объяснить. Я ему дал лупу, он на нее посмотрел, я поместил камни под микроскоп, он на них посмотрел. Я говорю, за все 500 долларов. Он такой, как? Я ему объяснил, что это рубин относится к категории, так их называют гемологи, man-made stone, камень сделанным человеком. То есть это рубин, в котором до 30-40% находится стекла. То есть он не является торгосценным камнем. Вот таких камней очень много приходит из Таиланда. Это рубины, сапфиры, это ряд других камней. В общем-то, у них, их свойства меняются просто потому, что меняется сам камень. Я вижу, что это используется очень широко сейчас. Люди покупают, немножко не понимая, что это все-таки не драгоценный камень. А как они могут это понять? Ну, они могли бы прийти ко мне, я бы объяснил. Ну, не все могут прийти к вам. Давайте на чистоту. Здесь все очень просто. Надо понимать, что хороший камень, он не может стоить дешево. Если вы покупаете кальцию с рубином за 3 тысячи долларов, и этот рубин весом 15 карат, вы должны понимать, что вы покупаете бижутерию. Знаете, вот из нашего с вами диалога примерно у зрителей должна быть такая мысль, что в принципе не имеет смысла покупать дешевые ювелирные изделия. То есть ценности у этого фактически нет. Ну, вы все сказали. Ну, это же неправильно. Есть же ювелирные украшения в другом сегменте. Ну, что это? Я не знаю, как это. Ну, объяснить мне, я не знаю, что это украшение, украшение. Ну, конечно, если хочется девушке подарить кольцо. Понятно. Да. Не у всех есть 10 тысяч долларов минимум. Я не знаю. Ну, в общем, тут ответа на мой вопрос нет. Может быть, что-то другое подарить, не знаю. Серебряную чашку красивую. А перспективы у этой отрасли большие? У метит бриллиантов? Нет, я имею в виду у ювелирной отрасли. Ну, конечно, да. Ну, смотрите, в целом у нас сейчас рынок, легальный рынок украшений всех составляет порядка 5,5 миллиардов долларов. Это был 2010 год, 2011 год, я еще не знаю, какие будут данные. И планируется, что он утроится в ближайшие 7-8 лет. Единственное, что меня беспокоит, то, что при нынешнем уровне мастерства наших производителей, ювелиров, их доля будет сокращаться в этом будущем пироге, поскольку пытаться конкурировать с китайцами или тем более с Таиландом по ценам совершенно бесполезно. Никто из наших людей никогда не будет работать за 100-200 долларов в месяц, что готовы делать пару миллиардов китайцев, например. Поэтому здесь нужно что-то изменить в работе, чтобы сохранить с собой такую благоприятную ситуацию. А насколько в продажах ювелирных изделий значение имеет бренд, имя? Для наших людей очень большое. Надо только здесь сказать, что бренд — это не только имя. Это еще может быть, например, сделано в Италии. Или, например, колумбийский изумруд. Или сапфир, рубин, бриллиант — это все бренд. Просто сам по себе. А имя изготовителя — это уже отдельная история. Вы чувствуете, что к вам клиенты приходят, потому что они давно знают ваш ювелирный дом, и они с вами работают в хорошем смысле по инерции. У них нет потребности что-то сравнивать, искать, потому что они в какой-то смысле переплачивают за бренд. Да, конечно. Естественно, если брать аналогичное украшение с таким же камнем и взять известную компанию, при том, что вы еще найдите у них этот камень, который есть у меня, то, естественно, там будет совершенно другая цена. И это понятно, что… Ну, и либо один, одно изделие произвел, либо десять. Сложность изделий сильно отличается, и, следовательно, работа тоже отличается. Конечно, конечно, себестоимость изделий, украшения любого у меня, скорее всего, выше, чем у какого-то стандартного, там, не знаю, назовите их сами, вы их знаете лучше меня, какие-то известные бренды. Но если брать проконечную стоимость, и при нашей такой, мягко говоря, очень разумной ценовой политике, то, естественно, в плане цены здесь… Ну, мы вне конкуренции, это факт с нашими украшениями. Чего вы хотите достичь в ближайшие год-три? А я точно знаю, ну, в три года, знаете как, три года это как-то мало. Да, я бы взял, наверное, перспективу, там, десятилетия-двух. Мне кажется, что мы сможем стать русским национальным ювелирным брендом. Русским национальным ювелирным брендом. Что вы вкладываете в это понятие? А это вот такое, что, вспоминая о России, будут вспоминать о нас, то, что вот там есть такие украшения. Ну, как вы, вспоминая про Америку, вы какую компанию там представляете сразу? Ювелирную вы имеете? Ну, и о Тиффани. Ну, Тиффани, правильно. Ну, вот про Россию будете представлять нас, Клюев. Знаете, в чем ваше отличие от Тиффани? На мой такой, знаете, среднестатистический взгляд. Так. Ваше изделие может купить 300 человек в России, а изделие Тиффани покупается миллионами. Ну, те изделия, которые, хорошие изделия Тиффани, они тоже покупаются небольшим количеством людей. Ну, и 300 человек. Тиффани начиналось все-таки с эксклюзива. Это потом уже, когда стали цели стоять не, знаете, как не пассионарные, а финансовые, тогда уже появились недорогие украшения. Ну, понимаете, а вот что касается задач ювелирной... Мы тоже сделаем, я вас успокоен. А, то есть вы сделаете. Лет через 20 мы сделаем, но в России какие-то, естественно, будут украшения, доступные большинству людей. Но это уже просто немножко другое. Этим займемся обязательно. Вы смотрите «Бизнес по существу». Впереди финальная часть программы «Личное мнение» Ильи Клюева по поводу развития бизнеса в России и не только. Каким достижением в компании гордитесь больше всего? Потому что мы можем сделать уникальные украшения. У вас позиция владельца или руководителя? Интересно, в чем разница? Ну, владелец владеет и как можно сводит к минимуму свое участие в управлении компанией. Нет, это не для меня. Управляющего директора нанимают, который... Ну как, это же часть моей жизни, в общем-то. То есть позиция — это часть вашей жизни? Да, конечно. Это такая существенная часть. Знаете, так же, как и вы, я большую часть времени провожу на работе, но так или иначе получается. Поэтому надо жить красиво, правильно? Есть эталон в бизнесе? Знаете, как вот бывают такие мужчины, у которых женщина, как бы такой вот его любимая женщина собирательный образ. То есть у одной ему нравятся, например, волосы, у второй глаза. Вот, наверное, мой эталон, он примерно такой же. Я думаю, что мы им станем. Что за залог успеха в вашем бизнесе? Мне кажется, нужно постоянно делать одни и те же правильные вещи. То есть? То есть на всех стадиях работы нужно делать все очень хорошо. Тогда клиент будет очень доволен, и он будет всегда с вами. Он приведет еще своего друга, он скажет о вас хорошо, и тогда вот это будет успех, когда про вас будут действительно говорить хорошо. Не то, что вы будете убеждать, что вы хороши, потому что про вас везде хорошо пишут, допустим, или говорят, там, не знаю, по телевизору. Хорошие вещи. Хорошие вещи. А это, кстати, тоже важно. Да, но это, знаете как, это не должно быть вынуждено. Это должно быть добровольно. То есть мы сделаем так, что о нас будет хорошо говорить просто потому, что будет правдой. А что для вас сейчас основная проблема, которая мешает развивать бизнес? Да вы знаете, наверное, нет таких проблем. Слава богу, у нас все развивается в том темпе, как мы хотели, в спокойном режиме. У нас нет необходимости завоевать китайский рынок, как у многих компаний. Мы просто хотим делать хорошо свое дело. Наверное, не так просто находить нужное количество, опять же, камней. Иногда бывает, не можешь сделать какое-то украшение, потому что нету материала. Наверное, вот это. Интервью у кого из бизнесменов хотели бы посмотреть, почитать, было бы вам интересно? Я бы, знаете, я бы лучше послушал интервью, например, с каким-нибудь интересным человеком. Причем искренним, чтобы он рассказал. Ну, вы не сможете уже взять. Я бы хотел послушать. Нет, я имею в виду в принципе. В принципе? Да. Ну, мне интересно было бы поговорить, например, с Фаберже, если вы говорите про мой сегмент. Интервью с Фаберже, да. Потому что он сказал бы искренне то, что у него получилось. Сейчас я читаю, конечно, следую за тем, что говорят мои коллеги в разных печатных изданиях. Но я часто вижу, что это сказано на публику. То есть это не отражает позиции человека, действительно, его жизненной позиции. Он пытается сказать то, что понравится, понравится людям. Хотелось бы слышать что-то искреннее. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за то, что позвали. Гостем программы сегодня был президент ювелирного дома Илья Клюев. Пересмотреть и перечитать его интервью можно на нашем сайте www.posocial.ru. Удачи вам в бизнесе и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин